День добрый! Это программа «Финансовые итоги недели» в студии. Я, Андрей Мазов, у нас наш постоянный эксперт Андрей Чистяков, руководитель Тульского филиала компании БКС. Андрей, вот что предыдущая неделя нам дала или не дала? Ну, кому-то дала, кому-то не дала, но в целом неделя была безинициативной, достаточно скучной. Мы, в принципе, остались на тех же уровнях, на которых были в начале прошлой недели. Хотя надо заметить, что некоторые эмитенты, например, Сбербанк, показали просто сумасшедшую динамику. Например, Сбербанк со 104 рублей сходил на 111 и снова вернулся на 104. Все это в рамках одной недели. А за счет чего? Что вот был драйвером такого? Ловушка для быков. Сначала ловушка для медведей, потом ловушка для быков, а в целом идеи как таковой нет. То есть технические факторы сработали. Бумага тем, кто поучаствовал и смог взять экстремальное значение, принесла почти 14% годовых за одну неделю. Некоторые бумаги показали еще более интересную динамику, но в целом все осталось на тех же самых уровнях, на которых мы и начинали. А вот на прошлой неделе читал, что был какой-то падение достаточно большой в Штатах. Да, отреагировали на заявление Бернанке, хотя по большому счету он ничего особого не сказал. Он не дал ни позитивных настроений, ни негативных настроений. Он скорее описал текущую ситуацию. Мрачными красками выглядит это. Нейтральными, Андрей. Нейтральными, но отсутствие позитива это уже негатив на рынке. Сейчас такие настроения слегка панические, что если людям не говорят, что все здорово, то они автоматически начинают считать, что все плохо. Хотя на самом деле все это как должно быть. А в этих условиях что делать? В этих условиях очень хорошо зарабатывают люди, торгующие короткие стратеги. Буквально интродейные, либо очень короткие. Но в этих условиях могут работать люди, только следящие за рынком, следящие за ним непрерывно. Живущие рынком? Живущие рынком, совершенно верно. Либо клиенты нашей компании, которые подключаются к услуге БКС-эксперт. А что это? Это услуга, тарифный план, на котором наши клиенты получают рекомендации торговые, покупать либо продавать какие-то акции различными каналами связи. Например, смс на телефон, либо на электронную почту, но это не очень оперативно. Либо в торговый терминал КВИК вам приходят рекомендации непосредственно уже в экран торгов. Самый оперативный канал связи – это, разумеется, смс. Вы сразу видите рекомендацию, вы сразу можете ее исполнить. Денег это стоит? Нет, это вызывает небольшое увеличение комиссии и, как при обычной брокерской торговле, если вы не делаете сделок, вы ничего не платите. То есть, как таковой абонентской платы нет. Но, тем не менее, это дает вам возможность находиться в рынке, не отслеживая его. Вы занимаетесь своим бизнесом, вы занимаетесь своими делами. Да, это тоже может быть ориентир. Например, у вас есть идея, но вы сомневаетесь. И тут вам приходит рекомендация, подтверждающая вашу идею. У вас есть два фактора за нее, вы делаете сделку. А сам смотришь на эти рекомендации? Конечно. Насколько часто они не оправдывают ожидания? Или наоборот? Нет, дело в том, что они не могут оправдывать или не оправдывать ожидания, потому что рекомендации приходят на основании технического анализа. А технический анализ, он реагирует на происходящее сейчас, в моменте. Если сейчас сложилась ситуация к покупке, будет рекомендация покупки. Если через час или через два, там, или завтра ситуация изменится, она может измениться, соответственно, вам придет обратная рекомендация. Но ее надо выполнять. Вспоминая винокура, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем, в этом случае стратегия не работает. Либо мы выполняем все, либо мы торгуем. Хорошо, а вот в «Будная река» бывают случаи, когда рекомендация покупать не срабатывает. Она не сработает сейчас, значит, она не принесет вам прибыли, но рекомендации закрываются очень быстро, очень оперативно, и они не приносят убытка. Но если хотя бы одна рекомендация сработает, как, например, на Сбербанке, и вы возьмете за неделю 10% годовых, вы можете потом не выполнять рекомендации в месяц. Да, согласен. А что у нас с «Газпромом»? Мы в прошлый раз активно так обсуждали. «Газпром» стоит на месте. «Газпром» после закрытия реестра на дивиденды опустился на пресловутые 7%, которые как раз составляли величину дивидендов. Попытался закрыть этот гэп, вернулся на 127 и вместе со всем рынком ушел вниз в район 120. А какие прогнозы на лето? То есть лето и так достаточно вялое обычно? Я думаю, что летом мы не увидим значительной динамики в глобальном масштабе. То есть от начала лета до конца лета рынок не изменится сильно. Но внутри этого периода могут быть очень серьезные ходы. Но ходы эти будут идейные. То есть не рынок в целом, а какая-то конкретная бумага, на которой будет идея. Например, на рельский никель. Опять же, это взаимодействие руководящего состава между собой и государством. Интересна будет энергетика, потому что она сильно недооценена. Ну и все-таки я не снимаю со счетов «Газпром». «Газпром», я думаю, все-таки имеет хороший апсайт и он себя еще покажет. В прошлой программе мы говорили о том, что в принципе можно у нас из нашего города из Тулу торговать акциями высокотехнологичных компаний. Например, Apple. Совершенно верно. Вот вопрос такой. Один из зрителей спросил, а что для этого нужно? Хотели просто поподробнее попросить вас рассказать. Вот да, человек хочет купить, что нужно сделать? С какой суммой прийти, куда прийти, что есть дальнейшие действия? Ну, в первую очередь, ему нужно иметь два самых важных фактора. Первое – это желание. И второе – это паспорт гражданина Российской Федерации. Придя к нам в офис с паспортом и желанием. Вы оформляете документы и буквально через несколько дней можете начинать торговать. Сумма в данном случае не принципиальна, потому что это брокерское обслуживание, здесь нет нижних и верхних границ. Вы обладаете определенной суммой? Да, окей, давайте с ней работать. Хорошо. Вопрос такой. Мы сейчас поговорили о том, что в принципе хорошо сейчас на короткие позиции играть, а если все-таки человеку это не близко, и он сторонник долгосрочных стратегий или нет времени торговать на коротких дистанциях, но есть деньги и желание их инвестировать. Я не буду оригинальничать. Если у клиента спокойное отношение к риску и он обладает средствами, которые не потребуются ему в ближайшее время, ну, полгода-год не потребуются ни при каких обстоятельствах, можно формировать пакет долгосрочной акции и эти акции, увеличивая свой потенциальный доход, переводить структурные продукты, например, для держателей. Если же отношение к риску очень сложное и человек не готов терпеть просадки, даже краткосрочные, опять же, те же самые структурные продукты с полной защитой, либо с частичной защитой капитала, но при этом приносящие значительный доход. — Вот смотри, если бы ты для себя портфель акций на долгий срок формировал, ты бы что туда включил? — Опять же, не буду оригинальничать. Я бы включил процентов на 30 — это Сбербанк, безусловно. Процентов на 20 я бы включил «Газпром». В принципе, я это и сделал уже. А на 50 процентов я бы разбил между различными направлениями, между энергетикой. — Экономика, да? — Да, просто разные направления. Мне очень близко сейчас и достаточно интересна бумага — это Россети, бывшая МРСК и ФСКЕС. Очень перспективные бумаги, хорошая динамика и, самое главное, они двигаются очень технично. В них большое количество участников и, так сказать, фактор толпы позволяет отторговать эту бумагу очень точно по ключевым уровням. — Хорошо. На этой неделе мы что ждем от экономики? — На этой неделе мы ждем решения какого-то все-таки по Америке. И я надеюсь, что это начнется коррекционное движение, потому что мы забрались они очень высоко. Либо мы начнем их догонять, либо они пойдут к нам навстречу вниз. Но я жду все-таки разрешения вопроса по «Газпрому», потому что мы сейчас находимся на том уровне, ниже которого бездна, выше которого небеса. И я все-таки рассчитываю, что именно на этой неделе, то есть может быть даже до 1 июня, вопрос с «Газпромом» решится и мы получим направление. — А сам как думаешь? В какую сторону пойдет «Газпром»? — Андрей, я сейчас не могу предполагать, потому что это гадание на кофейной гуще. Мы сейчас находимся на лезвии ножа. Это вот равновесие очень шаткое. Любой фактор, любое высказывание нашего правительства может просто толкнуть бумагу в любую сторону. И толпа, сидящая на деньгах и ждущая как раз этого сигнала, она просто бросится в бумагу и начнет ее либо топтать, либо возносить. — Ну вот мы через неделю об этом и поговорим. Это была программа «Финансовые итоги недели». В студии у нас был наш постоянный эксперт Андрей Чистяков, руководитель Тульского филиала компании «БКС». С вами был Андрей Мазов. Увидимся на следующей неделе. — До свидания. Продолжение следует...